Продолжаю. Полный медицинский чекап в организмах в Ташкенте. Сегодня был вот в этом торговом центре, да, в торговом центре, то есть в медицинском центре. Ну, медицина очень сейчас распространённая услуга, так что можно, в принципе, приравнивать это к какой-то коммерции. Особенно интересно было то, что большинство, кто приходит, они приходят в подобные медицинские центры с такими бумажечками рекламными с этого медицинского центра, на которых врачи выписывают им направление. Но вы поняли, о чём я. У меня спросили сегодня, где моё направление, я сказал, что я без направления на самом деле, я сам знаю, что мне надо проверить, с какой периодичностью. Вот, я вам не рекламирую, что это за медицинский центр, я нахожусь на Паркенском шоссе в Ташкенте. Вот, сегодня я сделал здесь УЗИ, репродуктивную систему, так скажем, да, с дуплерграфией. И мне выдали вот такой вот результат на русском языке, кстати, с картиночками со всеми, удобно. И что мне понравилось, так это цена на УЗИ. Ну, меня где-то 15 минут, наверное, проверял, делал УЗИ, я лёжа делал УЗИ, потом стоя стоял делал УЗИ. И мне это всё обошлось на УЗИ с дуплерграфией, да, там, по мужской части, так скажем, 120 тысяч сумм. Причём это очень популярный медицинский центр, его со всего района рекомендуют врачи, ну, может быть, за деньги рекомендуют, может быть, они действительно считают, что тут толковое оборудование стоит. Здесь, кстати, МРТ делают, большинство приезжает за МРТ. Вот я приехал за УЗИ, МРТ тут тоже где-то, по-моему, 2 миллиона, что ли, стоит в среднем. И что интересно, УЗИ мне делали на первом этаже, и у них там забавным образом сделаны окошки. И когда мне делали УЗИ, шторы не до конца закрывались. И снаружи ходили тётеньки всякие, которые ожидали своей очереди. И получалось так, что при должной сноровке или при желании они могли заглянуть в эти окошки и посмотреть, что же мне там такое проверяют. Вот, так, посмотреть с разных ракурсов, так сказать. Я вроде врачу такой навекнул, что, ну, как бы это, тут вот у вас окошечко открыто. Он такой, ну, даже не обратил внимания, такой, ну, развернулся там, ему там диагноз надо было прописывать, результаты обследования. Вот, он так и не зашторил. А, и, кстати, в какой-то момент я лежу, знаете, вот у меня эти спущенные штаны, вот, лежу в направлении ногами к двери. А я, когда заходил, я-то понимаю, что здесь, тут, как, в Ташкенте, вот, по опыту, проходной двор обычно, кабинет врача, это проходной двор. А я, как бы, ну, такое очень место достаточно, ну, вы понимаете, проверяю. И я такой захожу, врач с собой дверь не закрывает, закрываю, я дверь захожу, значит, и на эту, на замок, на всякий случай, потому что я знаю, забегает 100%, думаю, ну, сейчас я замок включу, замок переключу, и никто не зайдет. Ага, не тут-то было, лежу я такой, значит, меня проверяют в самом разгаре, водят вот этим аппаратом узичным, и тух-тух-тух в дверь, ломится, ломится в эту дверь, и в какой... Женщина какая-то там что-то говорит, и в какой-то момент этот замок отщелкивается, она, видимо, так хрубилась в эту дверь, что замок обратно отщелкивается, а он до конца, понимаете, он сломан, до конца не защелкивается. И в какой-то момент дверь, она все-таки открывает, а я лежу ногами, понимаете, там народу куча в коридоре, и она заходит, и я ногами вот так вот на нее, и у меня все, как бы, чем мать родила, вот перед глазами, можно сказать. Благо там есть такие, как это, не жердочки называются, а такие переносные, знаете, две палки и между ними ткань. Простите, я забыл, как это называется. Напомните мне в комментариях, кстати. И вот они вот тоненькие такие, вот маленькие, две штучки, между ними тоже щели, но благо, что вот эта ткань была направлена как раз от середины между моими ногами к входу двери. И хотя бы так скрыла, вот, она там что-то бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, он ей что-то бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И надеюсь, что она не испугалась от увиденного. Красивый район, кстати, Паркенд, посмотрите, какие здесь дома новостройки построили. Вот. Узбецкое барокко, не будь ко мне жестоко. Давайте в комментариях мы с вами обсудим, как вы относитесь к тому, что здесь часто приходят... в какие-то медицинские центры по рекомендациям врача и как вы относитесь к тому что вероятно и насколько вы знаете о том что врачи получают свою прибыль за то что направляют пациентов в конкретные медицинские учреждения для анализа или прохождения каких-либо еще процедур обследований ваш опыт стал насколько вы уверены что это действительно есть какие есть подтверждения этому и как вы к этому относитесь то есть окей в принципе если вам это не мешает если допустим доктор отправил вас в хорошее учреждение даже несмотря на то что он с этого получит какую-то прибыль давайте вот это с вами обсудим сегодня и интересно будет узнать у вас ощущаете ли вот то что медицина в современной да ну не только в узбекистане на самом деле но здесь это тоже ощущается стало такой торговлей настолько торговли что ощущается вот оговорка у меня была в начале ролика да то есть я сегодня сходил этот торговый центр оговорка да оговоркой я просто говорился но на самом деле я понял что это оговорка не случайно видимо подсознание то выдало что такие сейчас крутится в этой сфере деньги так все коммерциализировано с одной стороны это дико удобно ребят то есть ты можешь найти услугу которая тебе нужна самостоятельно выбрать выбор огромный и большой выбор конкуренция создает нормальные цены да потому что чтобы конкурировать учреждениям в медицинским приходится там понижать стоимость своих услуг или улучшать качество услуг качество сервиса оборудование более крутое ставить врачей золотых каких-то к себе привлекать то есть одной стороны это как бы круто с другой стороны понимаете наверное это все-таки ведет к отношению не совсем человеческому в медицине не совсем человеческому здоровье пациента становится товаром а извините меня как что как как можно говорить гуманизме когда одно отношение к человеку его здоровью как товару вот такие дела давайте вы тоже свое мнение выскажите на этот счет было бы здорово если меня посмотрели и медицинские работники в том числе если вы медицинский работник укажите это в комментариях пожалуйста не интересно сколько среди зрителей у меня медицинских работников ну давайте хорошего настроения будьте здоровы смотрите какой район прикольный вон уходит вдаль это паркенское шоссе вон там а с этой стороны у нас начинаются какие-то дорожные перипетии сейчас опять переходить через нерегулируемый пешеходный переход на котором ну практически не пропускают сегодня пришлось даже одну девушку ну я конечно посту как показал видом я трогать не могу люди которые рядом со мной стоят но я и как бы я шел впереди я такой как будто кут рукой дал понять что не надо потому что я стоял сбоку как раз той стороны который машина не слазь просто на скорости она вообще не останавливается и начинает переходить она гонит на такой скорости он точно успеет затормозить он рядом находится он единственный такой один вот ему надо понимаете а это не какая-то дорогая машина просто человек обычный там что-то везет у себя там на багажнике вообще никакой культуры понимаете никакой культуры блин дорожному движению к пешеходам но нет некоторые останавливаются включают аварийку вот здорово молодцы вот все бы таким были вот сейчас давайте я попробую перейти они увидят камеры будут останавливаться нет 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 один вот гонит 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 так 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 о смотрите как на камеру реагирует хорошо сразу начинают соблюдать пдд но тут еще один будет переход такой жуткий вот сзади меня вот здесь вот ну что ж я уж не буду тут смущать водителей пускай лучше за дорогой следят чем за моей камерой давайте удачи